Дебатное движение среди школьников города Тимиртау набирает обороты и стало одним из важных институтов социализации детей и молодёжи. На днях в городе прошёл открытый турнир среди школьников Карагандинской области. В словесном поединке сразились лучшие команды, которые прошли через отборочные туры дебатов, в их числе и дебатёры Тимиртау. Мероприятие проходило в стенах Карагандинского индустриального университета, который является партнёром проекта по развитию дебатного движения. Сегодня в рамках реализации проекта развития дебатного движения в городе Тимиртау прошёл областной дебатный турнир, посвящённый Дню детства народов Казахстана. Все участники были отлично подготовлены и хорошо проявили себя. Также в рамках проекта мы планируем активно проводить дебатные турниры среди школьников и студентов города Тимиртау и посёлка Актал. Всего в турнире участвовало 46 команд. Из них 22 команды в казахской лиге и 24 в русской лиге. Также команды были разделены на сильнейших дебатёров и начинающих – на альфа- и бета-лиги. Президент дебатной лиги города Тимиртау Алексей Ломакин выразил признательность молодёжи за их активность. Также он отметил важность реализации таких проектов. Очень приятно, что второй год в подряд в городе Тимиртау проходит такое классное мероприятие, дебаты на государственном языке, на русском языке. Очень приятно, что в этом году также поддержали все города Карганинской области, поддержало управление Карганинской области. И сегодня мы хотим дать ещё одно такое мощное дыхание в городе Тимиртау. Мы уже на протяжении двух лет очень максимально плотно занимаемся, изучаем, что такое дебаты на казахстанском уровне. Сегодня, я думаю, мы можем смело говорить, что у нас появились команды, которые могут смело представлять город Тимиртау и Карганинскую область в Казахстане. Очень классная подача и воспитание молодых политиков. Они себя на сцене подают, они заставляют с собой считаться, они заставляют и отстаивают своё мнение. Это очень немаловажный фактор. Поэтому сегодня те проекты и институты, которые в городе Тимиртау молодёжные есть, это и молодёжный парламент, и дебаты. Они учат ребят быть открытией, отстаивать точку зрения и добиваться своей цели. Так участники прошли через три отборочных раунда – четвертьфинал и полуфинал. А уже в финальной битве лучшие команды боролись за первые места. Ребята отвечали на разные вопросы, продемонстрировав своё умение анализировать и отстаивать свои позиции. Я достаточно более чем довольна результатами, потому что я человек, который преимущественно судит в студ-лигу. И для меня немножко школьная лига – это немножко что-то отдельное. Есть какие-то определённые ожидания, но эти ожидания, наоборот, превзошли их непосредственно. То есть, скорее всего, я даже очень-очень достаточно сильно удивлена хорошим результатом, которые показали ребята, которые, мне кажется, в какой-то степени могли бы даже с студентами потягаться, на самом деле, в плане каких-то определённых знаний. По итогам турнира в Альфа-лиге победу одержали команда «Жигер» и команды школы имени Нурмакова. В бета-лиге лучшими участниками стали команды 48-й регион и Альфреда. Команды школ города Тимиртау также заняли призовые места. Были и сложные, и лёгкие моменты. Отборочные раунды прошли интересно. Но самыми интересными были полуфинал и финал. Соперники были очень сильные, умные дети. Игра прошла очень напряжённо и увлекательно. Мы приехали из города Карганда, школы имени Нурмакова. Нам турнир очень сильно понравился. В целом, всё прошло очень хорошо. Спортивники были очень способные, все такие заряженные, энергичные. Всё прошло очень классно, нам очень понравилось. Обладатели призовых мест получили кубки и денежные награды на суммы от 10 тысяч до 40 тысяч тенге. Асель Тулебаева, Максим Ломакин, Новости Тимиртау.